История отношений Чехова и Станиславского, их взаимовлияние, обоюдного недоверия и обоюдного восхищения друг может быть прочитана как история появления, сотворения новой театральной эстетики, определившей пути театрального искусства в XX веке. Событийный ряд этих отношений достаточно широко отсуждался и в российском, и в зарубежном историко-театральном дискурсе. При этом основной акцент в разговоре о динамике отношений Чехова и Станиславского ставился, как правило, на судьбоносное влияние Чехова на Станиславского, в то время как влияние Станиславского на Чехова и чеховских постановок Московского художественного театра на развитие режиссерского искусства в целом, до сих пор еще не было достаточно внимательных пронизирований. Надо сказать, что стремительное развитие театра XX века, характерное для этого процесса множество соперничающих и отрицающих друг друга эстетик, привели к тому, что постановки Станиславского превратились в своего рода догму, противостояние которой считалось хорошим домом и на Западе, и в российском театре. Особая роль Станиславского в осмыслении поэтики чеховской граммы была затушевана новаторством последующих режиссерских поколений и стереотипным обвинением его спектаклей в натурализме. Данный доклад предлагает опыт перекрестного рассмотрения нескольких известных исторических документов, иконографии спектаклей Московского художественного театра, главная картинка, хотя и много, и сценических пемарок Чехова. Станиславский открыто говорил о феноменальном значении чеховской драматургии в формировании новой сценической выразительности. В «Моей жизни в искусстве» итогового для его деятельности текста он писал «Линия интуиции и чувства, подсказанная мне Чехову». Для вскрытия внутренней сущности его произведения необходимо произвести своего рода раскопки его душевных глубин. Конечно, того же требует всякое художественное произведение с глубоким духовным содержанием. Но к Чехову это относится в наибольшем мере. Все театры России и многие Европы пытались передать Чехова старыми приемами и духом. Их попытки оказались неудачными, и только художественному театру удалось перенести на сцену кое-что из того, что дал нам Чехов. Это случилось благодаря тому, что нам посчастливилось найти новый подход к Чехову. Он особенный, и эта его особенность является нашим главным вкладом в драматическое искусство. Я думаю, что они преувеличены. В сущности, работа над пьесами Чехова привела Станиславскому к осознанию значения подтекста и выделения оного как определяющего элемента театрального действия. За этим последовал фундаментальный переворот в мировом театральном искусстве. Сегодняшний актер пользуется подтекстом как универсальным ключом в работе над образами Шекспира и Мольера, не ведая о том, что персонажи эти созданы были по законам другой эстетики или других эстетиков. Как это ни парадоксально, Чехов привел Станиславского, а вслед за ним Меркульта, Вахтангова и других, к освобождению от вербальной театральной традиции и сосредоточению на коммуникативное действие. То есть просто тексту верить перестали. Вера театра, вера режиссера и актера в то, что скрывается за словами. И это имело совершенно фатальное влияние на развитие театра в 20 веке. В хорошем и плохом смысле. Пытаясь рассказать об этом новом театральном языке, Станиславский писал, я не грустно описывать спектаклью чеховских пес, так как это невозможно. Их прелесть в том, что не передается словами, а скрыто под ними, или в паузе, или во взглядах актеров, в излучении их внутреннего чувства. Конец этого. В подтексте рассуждения Станиславского почти незамаскированное заявление. Драматургия Чехова, его поэтика скрытых смыслов требует режиссуру. Актерский театр не справляется с этими текстами. Мнение Станиславского находит косвенное подтверждение в монографию Лоуренса Сенелиха «The Czech Theatre, A Century of the Play and Performance», изданной в 1997 году. Сенелих, опираясь на опыт исследования чеховских постановок, постановок чеховских пьес в разных странах, указывает на то, что успех или провал сценического прочтения Чехова определяется не актерскими силами, сколь бы выдающимися они ни были, но режиссерским искусством. Интересно также, что режиссерский взгляд Станиславского на чеховскую драматургию на несколько десятилетий опережает рассуждение Чудакова, который во второй половине XX века пишет о том же феномене скрытых смыслов в своем фундаментальном труде поэтика Чехова. Цитирую. Пьесы Чехова насыщены сценами, информация о которых остается нереализованной в общей картине событий и характера персонажа. Конец. Чехов и Станиславский. Чехов со своей стороны относился к создаваемому Станиславским театральному языку по-разному. Премьера «Чайки» в художественном театре состоялась 17 декабря 1898 года. Чехов в это время выходился в Ялте и оттуда пристально и ревниво следил за успехом спектакля. В письмах к своим постоянным корреспондентам. Он не уставал рассказывать о московских аншлагах. Мизиновый. 22 января 1899 года. Чайка идет в девятый раз с аншлагом. Все билеты проданы. А первая «Чайка» в Александринском театре прошла всего пять раз. Поэтому девятый раз с аншлагами – это высказывание. И Орданову спустя несколько дней, 25 января 1899 года. «Моя чайка» идет в Москве в переполненном театре. Билеты все проданы. Говорят, поставлена пьеса необыкновенно. Мне москвичи прислали адрес. А Вилуи спустя месяц, 26 февраля 1899 года. В Москве 18-й раз идет «Чайка». Говорят, поставлена она великолепно. Однако в апреле 1899 года Чехов приехал в Москву. Посмотрел прогон «Чайки» в художественном театре. И не на шутку рассердился. Ему не понравился медленный, экспериментальный. Сегодня я бы сказала экспериментальный. И тогда экспериментальный, но очень быстро к этому… Извините, я не сказала фразу. Экспериментальный, приближенный к реальному ритму действия. Вот этот экспериментальный, приближенный к реальному человеческому времени ритм действия. К нему вернулся театр в конце 20-го века в экспериментальных спектаклях. К тому, что делал Станиславский, благодаря… В силу развития театрального искусства очень быстро стали относиться как к анохронизму. Только в конце века поняв, собственно, силу и экспериментальность этого приема. Как известно, Чехов остановил репетицию, потребовал закончить спектакль на третьем акте. Пьесу мою я прошу кончать третьим актом. Четвертый акт не позволил играть. Из воспоминаний книги. В описании этого прогона, в письме Гойкому от 9 мая 1799 года, Чехов, между тем, не только безжалостно высмеивает спектакль, но и возносит ему хвалу. Чайку видел без декораций. Судить о пьесе не могу, как Матрон, потому что сама Чайка играла отвратительно, все время рыдала, на взлет, так само. А Тригорин, билетрист, не пишет, но всем известно, что это Станиславский, ходил по сцене и говорил, как паралитик. У него нет своей воли. И исполнитель понял это так, что мне было тошно смотреть. Ну, в общем, ничего, захватило. Местами даже не верилось, что это я написала. В конце 1899 года Чехов предлагает Марксу издавать тексты его пьес, иллюстрируя их мизансценами мхатовского спектакля. В письме Немировичу. Вот, собственно, издание трех сестер Чехову, Маркса. Вы видите, так сказать, рисунок, который относится к спектаку Мхата, и Три сестры, это просто фотографии исполнительных, и там еще, так сказать, два сестра. И это в соответствии с волей самого Чехова, то есть для него это было важно. Он оценил режиссу Русланиславского. По свидетельствам разных современников, Чехову понравились постановки дяди Вани и трех сестер. В то же самое время, будто желая поставить Станиславского на место, язвительно намекая на ошеломительный, авангардный для того времени звуковой ряд спектаклей художественного театра, он публично заявлял, я напишу новую пьесу, и она будет начинаться так. Как чудесно, как тихо. Не слышно ни птиц, ни собак, ни кукушек, ни совы, ни соловья, ни часов, ни лапочка, ни одного сверчка. Текст очень знаменитый. При этом это текст пародийный к партитуре Станиславского. Как известно, спектакль «Чайка» Станиславский хотел начать и начинал таким образом. Тусклое освещение фонаря, отдаленное пение загулявшего пьяницы, «Отдаленный войс собаки, кваканье лягушек, крикка расстреля, редкие удары отдаленного церковного колокола». То есть даже ритмически. Правда, сама эта цитата из воспоминаний Станиславского, так сказать, возможно, он немножко сам себя тоже породил. И он этого не боялся никогда, надо сказать. После провала первой постановки «Чайки» в Александринском театре, Чехов говорил, провалилась не пьеса, провалился автор. Похоже, что постановка художественного театра создала у него ощущение успеха не пьесы, но спектакля, автором которого был Станиславский. Эта шоковая для драматурга ситуация, невольное отстранение от прямого авторства, стала, по словам французского исследователя Патриса Павли, важнейшей характеристикой театра XX века. В этом смысле Чехов не только определил пути современного театрального мышления, но и сам оказался жертвой этого мышления, то есть режиссерского театра. Станиславский и Чехов. После премьеры «Чайки» в Александринском театре среди шквала язвительных рецензий наиболее примечательной стала статья Кугеля, как и часто это было. Как во многих других случаях, Кугель, отрицая и идею, и практику художественных новаций, издеваясь над тем, что казалось ему лишенным, какого бы то ни было смысла, обозначил чрезвычайно существенные черты новаторской поэтики Чехова – децентрализацию драматического пространства, непроясненную мотивацию поступков и коммуникационную проблематику. Начал тихо. Почему Велитрис Тригоин живет при пожилой актрисе? Почему Чайка в него влюбляется? Почему актриса скупает? Почему ее сын пишет декаденские пьесы? Зачем старик в параличе? Для чего на сцене играют в лото и пьют пиво? В какой органической связи все это состоит? В каком отношении находится вся эта совокупность лиц, говорящих остроты, извлекающих афоризм, пьющих, едящих, играющих в лото, нюхующих табак, к драматической истории бедной Чайки? Конец цитаты. Спектакль Стамиславского, судя по их оглушительному успеху, дали ответы на задаваемые Кунгелем вопросы. Более того, превращая в мизансцену, широкоформатные картины. Две широкоформатные картины. Мизансценирование в смысловую интерпретацию, в спектакль, в динамическую структуру, основным конструктивным элементом которой стало непрерывное, параллельное, психологически оправданное действие разных персонажей, что, собственно, здесь частично видно, несмотря на то, что картинка замерзает. Станиславский создал свой художественный текст, где слово перестало играть центральную роль и где перформативное действие стало основной содержательной единицей. Из того, что Кугель описывал как маразм, Станиславский строил перформативные композиции, получившие наименование ансамбля нового типа, опиравшиеся на непрерывное, симультанное, психологически оправданное действие сразу нескольких персонажей, посмотрите на эти спины, расположенных в разных точках сценического пространства. И здесь, и здесь. Разные точки сценического пространства и симультанное действие очень важно. Эти композиции и мизансцены образовывали смысловые структуры, визуально воплощавшие идею децентрализации сюжетной линии. Посадив зрителей Треплевского спектакля спиной к зрительному залу, ситуация ошеломляющая необычная в театре конца XIX века, режиссер создал картину, где каждой спине предлагалось самостоятельно значимое физическое действие. Расслывается, но все-таки, я думаю, видно. Каждое из этих действий имело собственный сюжет заинтересованности, разгрожения, утомления, поверхностного любопытства, и в этом обнаруживался эффект особой интенсивности сценического существования, незнакомый театру до Станиславского. Освобождая театр от декламации актеров от театральных кишей и поведенческих стереотипов, Станиславский предлагал неожиданные контрапунктные словам физические действия. Так Сорин, в то время, когда Костя говорил о важности новых форм в искусстве, демонстративно занят был причесыванием бороды. Маша на протяжении всего действия «Грызла орехи». Полина Андреевна беседуя с Дорном «Качалась на качелях». Нам сегодня это все не кажется странным, но в то время это было впервые, и это поражало воображение. Немирович признавался в своих воспоминаниях, что вначале его этот новый сценический язык напугал. Однако Чехову, по свидетельству того же Немировича, понравились эти детали. Соединение парадоксального с логически выверенным соответствовало мелодии и стилистике чеховской мысли. Недолюбливая Станиславского, актер, Чехов отдавал должное режиссуле Станиславского. В письме книг, переговоря о Станиславском, он писал с нескрываемым восхищением. Когда он режиссер, он художник. Признавая за режиссером неправо на креативность. Инновационное пространство. Интересно, что образ физического пространства в пьесах Чехова имеет определенную динамику. О новациях Чехова в этой области говорилось не единственно. В нарушении конвенции хорошо сделанной пьесы, господствовавшей в 63-19 века, Чехов вывел действие своей драмы за пределы комнаты, салона, гостинга, включив в перформативное пространство аллею, озеро, сад и поле. Его сценическая ремарка ко второму акту Вишневого сада «Действие происходит в поле» по новизне сопоставимо с унитазом Дюшампа, помещенным в музей. Его аллеи в «Чайке» и «Трех сестрах» предшествуют дороге в никуда из ниоткуда в ожидании года Бигетта. Вместе с тем, типы сценического пространства чеховских пьес восходят к почтенным театральным традициям, среди которых и театр Шекспира, и древнегореческая трагедия. Шекспир, как известно, к ужасу столпов французского классицизма выбирал в качестве мест действия самые неожиданные просторы, поле битвы, битвы Ричард III, степь король Леры, лес, сон в летнюю ночь. Так что чеховская свобода в обращении с местом действия имеет параллели в эстетике шекспировской драмы. Сегодня мы уже знаем, Чехов этого не знал, и Станиславский этого не знал, поскольку не был реконструирован шекспировский театр «Глобус». Но сегодня, когда это произошло, мы знаем, что это симультанное действие было и в шекспировском театре. Потом театр об этом забыл начисто, и происходит регрессия. Среди источников чеховского сценического пространства можно назвать и античный театр, где действие разыгрывается, как правило, перед входом в дом дворец Кран, на так называемом пограничном поле. Предназначение этой пограничной территории в нагнетение конфликтных отношений, напряжение между открытым, разыгрывающимся перед входом и скрытым, упрятанным в глубине, внутри дома. Эту модель сценического пространства в ряде случаев используют Чехов, Иванов, Леший, Дядя Ивана. Пространственное решение двух последних пьес Чехова, «Трех сестер» и «Вишневого сада», написанных для художественного театра и под впечатлением чрезвычайного успеха «Чайки и Дяди Ивана», усложняется и получает дополнительные характеристики. Здесь смысловая физическая децентрализация пространства и симультанное действие, будучи важнейшими эстетическими характеристиками постановок Станиславского «Чайка и Дяди Ивана», оказываются составным элементом самой чеховской пьесы. В первом акте «Трех сестер» действие происходит одновременно в гостиной и в зале, где открывают для завтрака. В зале происходит событие длительное и объективно существенное, праздничный завтрак, приготовление к нему. В гостиной крупным планом представляются субъективные и мгновенные ощущения, переживания, личные короткие беседы действующих лиц. Персонажи переходят из гостиной в залы, выбегают из зала в гостиную. В гостиной остаются Ирина и Тузенбак, в то время как и все перешли в зал. Из зала выбегают Наташа и Андрей для решительного объяснения. На первый взгляд может показаться, что автор следует приему классической комедии, где в перерыве между событиями центрального сюжетного ряда появляются служебные персонажи, что беседуя друг с другом, открывают зрители детали необычайной важности. Чехов, однако, отдает эту роль не служебным, но главным действующим лицам, отменяя тем самым классическую комическую иерархию, где наиболее слабый оказывается наиболее сведущим. Вместе с тем он меняет и функцию дополнительного, прилагаемого к главному пространству, превращая его в площадку личного драматического раскрытия. Это потом получает очень интересное развитие в Германии, в театре Эрвина Пескатура. В этой ситуации так называемые комические перебивки основного действия праздничного завтрака по сути перебивками не являются, но предстают как симультанное параллельное действие. Там готовятся к завтраку, завтракуют, здесь в то же самое время происходит столкновение воли, стремлений, любви, наивности, равнодушия, себелюбия и т.н. Тот же принцип симультанного пространства предлагается и в четвертом акте пьесы, где в глубине, на дальних планах Маша прогуливается, Ирина покачивается на качелях, на первом плане, на террасе, Тузенбак прощается с Федотиком и Раде, Чебутыкин беседует с Улыгиным, а в окне, третье пространство, за окном, внутри дома, распоряжается Наташа. Еще в большей степени принцип симультанного действия осуществляется в третьем акте Вишневого сада, там, где одновременно продают имение в невидимом физическом пространстве, пляшут на балу, в ожидании результата вторга, и ведут короткие беседы, на мгновение отвлекшись от танца. Взаимозависимость и в то же самое время самозначимость этих действий очевидна. Здесь танцуют, потому что там продают. Танцуют, чтобы справиться с томительностью ожидания. Сцена, что в течение долгого времени была, как известно, трудно понимаема для западного зрителя. Персонажи, как и в «Трех сестрах», перемещаются из зала, где главное действие бал, в гостиную, где череда минутных пустячных действий, событий, среди которых и жесткий разговор Раневской с Трофимовым о страхе, о правде и об инфантильности чувства. Пляски во время катастрофы и разговор о смысле жизни во время балов оказываются в этом случае не только контрапунктными, но и симультантными физическими действиями, создающими композиционно новый образ перформативного пространства. Подхватывая культивируемый Станиславский прием бизнес-сценической децентрализации, Чехов переносит его на собственную территорию, где перформативный мотив испытывается на прочность, становясь частью собственно чеховского художественного принципа смешения, главного и второстепенного. Децентрализованное физическое пространство оказывается элементом композиционного замысла, приобретает смысловое наполнение, свидетельствует о частичности любого действия и помысла, любой истины. Следует ли относиться к этим пространственным композиционным переменам в двух последних драмах Чехова как к существенному художественному феномену? Думаю, что ответ на этот вопрос дает особое отношение Чехова к композиции, ее ключевому, решающему значению в формировании художественного высказывания. Определяя этапы, сущность и порядок творческого процесса, Чехов писал, художник наблюдает, выбирает, догадывается, компонует. Ну, я только могу сказать, что, собственно, продолжение развития этой идеи децентрализованного пространства и симультанного действия дальше в театре XX века просто достигает пика у Мейрхольда, и Мейрхольд, собственно, на этом строит свой и конструктивизм, и деконструктивизм. Считается, что идея деконструктивизма начало имеет в конструктивизме Мейрхольда. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.